Итак, 50 лет Омскому симфоническому оркестру, потрясающе насыщенный фестиваль «Белая симфония». Сейчас он завершается. Какие можно подвести итоги? Все ли удалось? Мы сыграли 4 концерта, и считаю, что они прошли достаточно ярко, на высоком уровне. И первый концерт с гастрольной нашей программой, концерт с Мазаевым и Федоровым, это на совершенно другую аудиторию. Рассчитано на тех, кто еще не является настоящим меломаном, но вот раздумывает. При аншлаге прошел детский концерт с Дмитрием Назаровым, дальше концерт с Аглатовой. Закрытие – самая трудная техническая программа, поэтому ничего пока не буду говорить. Это программа на выносливость. Нужно музыкантам, духовикам дожить до второго отделения и до конца программы выдержать. Сегодня же заложили капсулу времени, своеобразное послание в будущее. Каким вы видите будущее симфонического оркестра и каким хотели бы его видеть? Будет больше публики, больше образованной публики, которой нужен будет качественный досуг, которой нужно будет не только досуг, но и откровение, которое нам дает музыка Моцарта, Рахманинова, Чайковского. Я верю, что при том же векторе развития, при том же поступательном движении, если первые 50 лет оркестр сделал такой скачок, то и в следующие 50 лет оркестр должен пройти не меньше ступеней и стать, ну сейчас его называют, одним из лучших в стране, пусть будет одним из лучших в Европе. Ну а если говорить о ближайших планах, возможно в преддверии Нового года или на новогодних каникулах виртуозы Омского симфонического оркестра чем-то порадуют омских меломанов? Мы участвуем в новогодней феерии 31 декабря, дальше традиционно старо-новогодние концерты 13-14 января. Мы каждый раз эти концерты даем в новом жанре, делаем сюрпризы, и вот в этот раз будет программа из произведений и песен Евгения Крылатова. Это песни из «Электроника», из фильма «Чародей» и многих других. Будут участвовать наши лучшие солисты филармонии и детский хор. Продолжение следует...